Привет, друзья! Если вы не подписаны на канал, подписывайтесь, а если подписаны, проверьте колокольчик, а также ставьте лайки, много комментируйте и распространяйте наше видео. Президент Майя Санду заявила, что вопрос встречи с ее российским коллегой Владимиром Путиным пока не обсуждается. Заявления были сделаны в интервью румынской прессе. Переговоры по этой теме не ведутся. Обсуждение проходит на уровне правительства, на уровне различных институтов по конкретным темам. На этой неделе в Москву приезжала группа Министерства иностранных дел, чтобы обсудить несколько тем, в том числе те, о которых я упоминала ранее. Так что диалог есть, и мы продолжаем работать на разных уровнях государственных учреждений по конкретным темам, сказала президент. В рамках того же интервью, отвечая на вопрос, каковы нынешние отношения Республики Молдова с Российской Федерацией, глава государства сказала, что у нас сложный, но необходимый диалог и в нашей повестке много тем. Мы бы хотели обсудить вопрос вывода российских войск. Есть еще вопрос ликвидации боеприпасов в Кабасне, которые предоставляют опасность для всего региона. Урегулирование Приднестровского конфликта также является темой, которую мы обсуждаем с Российской Федерацией в контексте формата 5 плюс 2. У нас есть и экономические проблемы. Не будем забывать об определенных ограничениях, с которыми сталкиваются наши экспортеры. Многие наши граждане работают в Российской Федерации. Мы должны позаботиться о нескольких аспектах, связанных с условиями труда, с пенсиями. Повторяю, это сложный, но необходимый диалог, сказала Майя Санду. Она уверена, что Приднестровский конфликт призван был помешать независимости Молдовы. Силы, которые не хотели, чтобы мы стали независимыми от Советского Союза, пытались остановить этот процесс. И, к сожалению, существование этого Приднестровского конфликта представляет собой серьезные препятствия в развитии Республики Молдова на Европейском пути, заявила Майя Санду. В ходе интервью Санду прокомментировала появившуюся в западной прессе информацию, в которой цитировались источники и спецслужб Украины, сообщавшие о том, что готовятся определенные вызовы со стороны Приднестровья и Донбасса, чтобы потом обвинить Украину или другие силы, передает Стирили противит. Наши учреждения следят за ситуацией, в том числе в Приднестровском регионе, и на данный момент у нас нет информации, свидетельствующей о том, что там происходит что-то, чего не происходило в последнее время. Так что в проведении российских сил в Приднестровском регионе нет ничего отличного от того, что мы наблюдаем все эти годы, отметила Санду. «Мы очень серьезно следим за ситуацией там, и на данный момент никаких опасений нет. Однако они существуют и порождаются присутствием армии. Сейчас ничего не наблюдается, но это не значит, что ничего не может измениться. Поэтому мы сохраняем бдительность», — добавила Санду. Обсуждая ситуацию в регионе, Майя Санду выразила надежду, что до военных действий дело не дойдет. Она также ответила на вопрос о возможной интеграции Молдовы в НАТО. «Республика Молдова — нейтральная страна, но это не значит, что мы должны изолироваться. Это суверенное право народа решать, как обеспечить свою безопасность», — отметила Санду. В то же время с 2006 года у нас есть программа сотрудничества с НАТО, и недавно эта программа была обновлена, что помогает нам модернизировать сектор безопасности. У нас есть программы поддержки с Румынией, США, странами ЕС. У нас и дальше будут программы поддержки для укрепления нашей системы обороны», — добавила Майя Санду. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте написать свое мнение в комментариях. Теперь газета всегда с вами. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok